здравствуйте дорогие друзья гости моего канала сегодня будем засаливать сазана снова сазан вот такой здорово 10 килограмм 5-6 и не взвешивал такой приличный я имею на глаз определил гора 5-6 не больше красавчик засалить мы будем целиком как целиком головы мы уберем кишки удалим и чешую сейчас мы все это дело сделай и покажу как его за столить очень обалбел очень вкусный получается именно целиком сазанчик вот красавчик ну все после очистили сазана от чешуи внутри все очищено у него все помыто сейчас делаем такую штуку нам нужно будет ледяная крошка ледяную крошку засыпаем соль не жалеем примерно я вам точно не скажу сколько но все ледяную крошку перемешиваем с солью берем колодку такие ящики деревянный деревянный ящик называем колодка укладываем сюда весь расходит все остальное трамбую и после этого отправляем это все это засолим отправляем в подвал погреб холодильник на неделю сейчас все это еще сверху засыпаем соль крупной солью я использую второй помол соли не жалеем вот такой кабанчик я будет медленно просаливаться в колодке 7 дней сейчас отправляем быстренько в холодильник и вот такая медленная просолка будет и долгое так сказать рыба сазан все равно вымороженный я все равно выморозил также для безопасности отправляем в холодильник ну вот прошла неделя как мы засолили сазанчика все это стало с холодильника вот такой просоленный плотный сейчас мы его очищаем от соли хорошенько промываем мясо ну смотрите какое темное стало темно бордовая хорошенько очищаем от соли промываем и кладем вымачиваться часа до четыре будет достаточно такой будет средний соленый не прям стала соленая средний соленая будет слабо соленая у нас немногие любят любят такое средний соленый все сейчас убираем цвета и отправляем промываем и вымачивать вот такой он прям прям деревянный акта значит будет вымачиваться в течение четырех часов раз часа буду менять воду это будет средний соленый сазанчик кто хочет прям малосольный то соответственно матчевать около семи часов надо будет его тоже буду меня там раз два часа такой дом красавчик плотный весь дам конечно плотно сейчас немного соли надо вымочить его но все созданчик вымочился сейчас воду сливаем сазанчик и от влаги протираем убираем на поднос и снова холодильник вложим в таком состоянии в лежачем на перераспределение соли если мы сейчас мокро повесим вялку но он будет неравномерно соль будет неравномерно по всей рыбке а если вот так положить его часа на три на четыре просто положить полежать холодильнике то он соль перераспределиться потому что вы поверхность это вымочилась рыбка она мало соли внутри все равно может быть не может быть а будет она к соленоватой и что соль перераспределиться по всей рыбке и потом повесим вялку все созданчик отлежался столь перераспределись вот так он будет вялиться у меня в швесе течение суток на что он хорошо провялился температура вялки 20-25 градусов ничего нового все как обычно в течение суток он будет вялить но потом мы его покоптим в коптильный электростатической москит ну вот прошли сутки как повесили сазанчика вялиться все он провялены обалденный сейчас будем коптить его холодным копчением ну вот так сазанчик будет коптиться к птицам будет течение полутора часов здесь мне еще щуки щуки креветки там еще тиша щук брюшки их не вот так вот коптильни между ними везде вы выдержано расстояние обязательно выдерживает расстояние чтобы дым проходил и вот на сам сазанчик вот почти на всю коптильню у меня тут маленько осталось может ветром 30-40 до поддона все вот так отправляем все это в коптильню температура копчения 20-25 градусов ну максимум 28 не превышать коптить было на лихе с мадариновыми корками все включаю включаем нагрев зольника дым горячее копчение включаем так как у меня в помещении температура 20 18 20 градусов людей зольник еще нагреет и температура будет средним 25 градусов греем зольник дым пошел включаем холодное копчение ну все друзья прошло полтора часа дровишки уже достал кнопку дым выключаем холодное копчение включаем так вот к ваше был сразу там будет дымок раз выходить там еще дома по-любому есть среди какая красивая такой золотой сазанчик щуки подкоптились все сейчас берем его сазанчика час где-то мы его сейчас обдуем в швесе в течение часа и потом просто палы положу в холодильник часов на 8 ну а после будем резать и пробовать сазанчик и созрел целиком весь прокопченный вот такой тон красавчик ну будем резать час его весь про просоленный красивый не аж с лютки бегут сейчас конечно его надо нарезать вот ребрышки а вот само мясо полностью просоленный малосольный обалденный очень вкусный прям бомба рекомендую сазанчиком целиком но это большой сазан был конечно еще большим то дольше солится а это напоминаю солился у нас семь дней большим количеством соли и с крошкой ледяной на первое время прям прям огонь пользуйтесь рецептом всем приятного аппетита и до скорых встреч субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok